А тут говорят, что невозможно вообще. Ничего. Ничего невозможно. Да нет, все возможно. Все верничения, как известно, у вас в голове. Значит, я расскажу вкратце, быстро Путин, чтобы оставить больше времени для вопросов, кстати, сколько. На этапе 15 точно. Вместе с вопросом. Окей. Значит, да, Путин. Год 2001. Я там что-то начинаю программировать. Тут же разбиваюсь в программировании. Потому что программисты хоть чуть-чуть есть, а менеджеров нет вообще. Аутсорс, аутсорс, умные аутсорс, неумные аутсорс. Тролевали. В 2003 год заканчиваю офис тех при КПИ. Иду в менеджерную компанию. Там люди делают вид, что они инвестируют. Инвестировать без денег очень тяжело. Говорю с сотнями проектов. Начинают с сумасшедших, которые придумали, кажется, заканчивая программистами и математиками. Год 2006. Начало года я решаю, что очень тяжело построить венчерный фонд с таким deal flow, как есть в Украине. Полная безнадёга. Нужна success story, за которой мы гоняемся три года делать самому. И решаю делать компанию. На тот момент, за три года я сделал ашиную сделку в этой венчерной индустрии. А компания эволюционировала. Сейчас называется ЮНАСКО. Суперконденсатор. В общем, ничего вообще распрограммирования не имеет. Так. Год 2006. В начале, по-моему, года Google покупает YouTube. До этого момента интернет – это текст и картинки. Видео только на каких-то очень гиговских сайтах, где люди там как-то очень сильно напряглись и что там вставили. Оно такого обычного качества не очень. Значит, как YouTube был проинвестированный, вы знаете. История огласит, что примерно было так. Майкл Морец заходит в офис Sequoia и говорит на встречу партнёров. «Чуваки, а у нас что-то в видео есть?» «Нет». «Слушайте, ну давайте мы проинвестируем самую крутую компанию, которая есть». «Кто у нас самый крутой?» «Ну вот какие-то есть пацаны YouTube». Оказалось, что там ещё технический электроспейклала пришёл. В общем, самые гранатные пацаны попали под горячую руку, проинвестировали и, соответственно, потом подали своим бывшим партнёрам по Google. Значит, на тот момент мой мозг находился в состоянии, что нужно делать что-то очень большое, желательно на весь мир, глобальное. Мы сейчас выключаем весь интернет. Значит, я встретил несколько партнёров. В основном это были небедные дяди из Милёнка. Один из них Юрий Файман, который стал CEO компанией Google. Я говорю, «Ребята, смотрите, контент взлетает, растёт экспоненциально, а проблема уже через то, что метаданных на единицу контента, наоборот, всё меньше и меньше. То есть с каждым новым часом загруженным видео в интернет, на единицу, на один час этого видео, описание его между реальных цифровых метаданных, текста, всё меньше и меньше. Ну, приводит это к тому, что на YouTube вы видите, там, миллиард часов доступно для поиска, но искать не почему. То есть у вас есть только имя файла, которое загрузили, и какое-то описание калеченное, которое написали сами авторы этого контента, который загрузили. Ну и ещё, может быть, появятся автоматизированные таги относительно геолокации этого видео, когда у всех будут GPS встроен в телефоны и в камеры, и что ещё там, разрешение есть. Ну, в общем, что-то совершенно бесполезно для поиска. То есть кто ищет файлы по части имени, которая в файле. Большинство видео называется MOV005.pvi. ДСЦН. Да. Ну, в общем, классная ситуация. Я говорю, смотрите, нужно делать что-то, что автоматически создает полезную информацию для видео. Ну, в общем, мы покрутились, повертелись. И была лаборатория в КИП-центре, которая занималась распознаванием лиц. Я их уже знал давно, ещё со времён физтеха. Там Михаил Иванович Шлезингер, научный руководитель лаборатории, преподавал нам структурное распознавание образов. Я знал точно, что у ребят есть хорошие на мировом уровне результаты. Они точно специалисты в своей области. И это уже был известный турнир. Потом мы пошли ещё несколько лабораторий посмотрели. Но, в конце концов, мы сделали что-то, чего в Украине до этого раньше никто не делал. Мы решили заморочиться и официально у академической организации выкупить право на подачу патентов в Соединенных Штатах. Да, значит, мы тут получили много интересного эротического опыта с организацией типа «Академия наук». Такие благородительственные штуки. Ну, в общем, совсем, опять же, никакого отношения к правильному уровню не есть. Но, в конце концов, история закончилась. Скажу вам, мы таки выкупили это право. То есть, да, вы таки выкупили? Да, да, да. Софициальным путём, через договор взяли это право. Ну, и, в конце концов, подали этот патент и несколько других патентов. Как оказалось, я соавтор одного из патентов. Я шучу, я знал изначально. Нет, нет, но там, как бы, когда вы подаёте патент, у вас есть… Ну, помните, как говорили о следующем? Кто может быть соавтором? Первое – автор и гей. Второе – те, кто много чего-то делал. Третье – есть ещё такая специальная категория людей, которая, может быть, формулу ни одной не написала, но которая сумела пробиться сквозь разговор с юристами и оформить патент. Все они заслуживают быть соавторами. Я шёл по статье «Автор идей». Ну, то есть я дальше, наверное, закончилась. Сделали всё они. Так, значит, дальше. Ну, отлично. Собираю… Я собираю самых умных парней и… Только парней. Я знаю. Собираю, собираю, собираю. Денег от них всё больше, больше, больше. Понятное дело, что мы сразу… Раз мы делаем такую большую глобальную штуку, мы сразу пытаемся приехать в Америку и показать её. Начали в июле. Поехали уже в октябре-ноябре того же года в Silicon Valley Open Doors. Там всё показали. Ну, всем интересно. Но только одни чуваки пригласили нас дальше на встречу. Ну, не так. Пригласили многие, мы только к ним поехали. Это было Reuters. От разделения Reuters Labs на мне, и всё. В общем, пропускаем несколько серий. Дальше несколько лет общения в стиле. Привет! Мы делаем вот это. Какая классная штука! Можете нам дать какой-нибудь прототип? Да, можем. А вы можете нам заплатить деньги? Давайте потом. Давайте сначала прототип и посмотрим. Потом, может быть, деньги. Так проходит несколько лет. И вы понимаете, при таком процессе у вас много активностей. Вы много ездите в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Хосе, Лондон. Вот так вот перемещаетесь. Всем всё интересно, но денег мало. Очень мало. Или просто мало. В общем, соответственно, если у вас расходы большие, доходов мало, вам нужно поднимать деньги. Наслаждается ещё вторая активность – это фандрейзинг. Фандрейзинг – это интересная штука. Вы таките своё время и деньги для того, чтобы получить другие деньги, которые вас спасут от неминуемой гибели, но они же вас и размывают. То есть ваша доля становится меньше, 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 меньше и так далее. Но, с другой стороны, лучше быть с меньшей долей возле пирога, чем… С большой долей. Да, с большой долей на флагбище. Вот так мы двигались пять лет. Где-то в 2010 году в начале я немножко от операционной деятельности отошёл сначала, потом совсем отошёл. Остался на позиции фэллу. Ну, там уже процесс пошёл более корпоративный. Нанятые менеджеры, талантливые ребята, американские. Уже было понятно, что всё, мы как бы встали на наш путь. Было понятно тогда, когда вышла Пикассо с распознаванием лиц. А, да, я не сказал, что компания занимается. Она занимается распознаванием лиц внутри видео, а потом и фото. То есть, грубо говоря, у нас в вас input – это видеофайл и какая-то база размеченных лиц. Ну, то есть, эталон их изображений. На выходе тот же видеофайл, только уже к нему как бы передачены метаданные. Там, с такой-то секунды, по такую-то секунду, в таком-то квадратике. Там, Вася Пупкин с такой-то вероятностью. Там, на тут Джордж Буш с вероятностью такой. Ну и так далее. Вы дальше можете дообучать систему. Естественно, все эти системы, они никогда не рождаются сразу. С рождения они никогда не бывают полностью автоматизированными. Это всегда machine learning. То есть, вы всегда и, ну, только в дальнейшем деле, curated, не curated. А среди curated machine learning, как бы, вы соревнуетесь. Самый главный критерий – это скорость learning. Или по-другому, если приформировать, сколько вы долларов тратите на то, чтобы улучшить качество распознавания, например, на 1%. Тут у нас был и краудсорс в смысле обучения. Подмогу нужно стоять колонных изображений. В какой-то момент у нас было 35 людей по всей Украине, которые тыкали мышкой в глаза и размечали лица, чтобы обучить систему, добычить. Эти люди получали денег за вот эти вот свои тыцы, клики мышкой. И я понял, что если у программистов производительность тогда может отличаться в десятки раз, то в такого рода активности, в краудсорсе, она может отличаться в сотни раз. Для меня было откровение. У нас был чувак, который работал по ночам, он такое количество этих штук создавал, что мы просто не верили. Мы думали, он где-то читер. Ну, как нужно читер, да и так он читает трубы. На скрипте? А потом он сказал, что он был программистом. Аааа... Ааа... 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 Просто классный чувак. Ааа... Он задумался делать, что он этим учил людей по программе. В общем... Аааа... 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 Ааа... 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 То есть, вдруг это из темы, которая для гиков, для студентов и для лаборатории превратилась в тему, которая всем нужна. Это произошло очень быстро, плотно шли события. Появилось в пикательском распознавании лиц, потом тут же появилось в айфото распознавании лиц. Ну, мы до этого ходили в Google, у нас был Google Tech Talk, мы там распинались перед гугловыми инженерами, нас пригласил чувак, которого перед этим распознаванием лиц, купили Neven Vision, там есть такой очень классный ресерч, это Hartmut Neven. Он сейчас в Google руководит инжинирингом, всем, который связан с компьютерным зрением, в том числе. Вот, значит, попали на Google Tech Talk, ну, я не могу сказать, что это большое достижение, я немножко вышел разочарованный, господи, извини, что я подгноблю тут Google. Google Tech Talk заключался в том, что в обеденный перерыв собрались инженеры своими лотками с едой и жуя капусту, смотрите, как мы там какие-то формулы рисуем на доске. Ну, в принципе, конечно, прикольно, но я как-то больше его ожидал, какие-то вопросы, там, интересно, ну, не знаю. Ну, больше получился поток. Да, больше получился поток. Это очень интересно. Да. И вот мир перевернулся. Теперь все нам начали звонить. Ну и все. Мы начали просто работать с разными компаниями над тем, чтобы, как бы, наш API, там, или KID, неважно, с DKA встроить, как бы, в их... Блин. Были разные компании, но тоже были технологические компании. Мы бросили Нью-Йорк, мы бросили Лос-Анджелес, прекрасные города, конечно, но, извините, технологический бизнес все-таки в Силиконовой долине. Она и графически маленькая, но если рисовать в доске, что она значит в технологическом бизнесе, то это такой вот метр на метр квадрат, а весь остальной метр 10 на 10 сантиметров. Ну, сейчас еще в Китае в смысле производства. Вот. Ну, и, как вы понимаете, одна из этих компаний, Motorola Mobility, с которой мы очень тесно сотрудничали, наши инженеры сидели прямо там у них на месте, она, в конце концов, решила, что хватит тут сотрудничество развивать, пора уже этих ребят брать напор. Ну, это как бы Motorola Mobility, это не Google, они по-прежнему… Тогда еще? Да, они тогда были совсем разные, теперь мы знаем красивую историю, как Larry Page пошел с CEO Motorola, тихо за кофе договорился по сделке, на сколько? 2,6 миллиардов, 16 миллиардов, 2,6 миллиардов. Тихо. Ну, как бы это, какое-то количество миллиардов долларов, когда больше миллиарда, я уже не считаю. Да, он тихо за кофе договорился об этой сделке, тихо юристы там месяц горботливо хачили и сделка состоялась, Motorola Mobility стала приближать в Google, Google пришел и незаметно две трети инженеров уволил, слава богу, он не уволил тех, с которыми мы работали, они оказались самыми хорошими. Да, но это нам повезло крупно. Ну вот. И, в конце концов, все закончилось тем, что Motorola Mobility, ну там, понятное дело, без благословения выбывания пошлось, получила контроль над компанией Google. Значит, понятное дело, что сделку мы не можем комментировать никак. Такие реческие формулировки, просто что я со словарем, но они очень страшные, очень. То есть, такие, то есть, приблизительно, ну… Краще же накладки. Я даже о формулировках не могу говорить, они страшные. Действительно не хочется после этого что-то рассказывать. Вот, еще виза, конечно, штат. Ну и все. Тут, главнее для нас всех был не, ну именно для всех основателей, даже не финансовый выхлоп какой-то, а то, что это получилась очень такая красивая история. История, начало, тяжелая сертина, хороший конец. И эта история, она, мне кажется, ну такой некоторый плюсик для, ну как бы, вас, чтобы вы понимали, что, ну, все-таки, все возможно в ваших руках, зависимо от того, из Украины или не из Украины, это не играет никакой роли. Главное, что вы умеете, что вы знаете, насколько… Хотите, да? Это уникально, да, что вы хотите и так далее. То есть, эта история, по идее, должна воодушевлять какое-то количество людей. Потому что у нас негатива и так хватает. Мы все, ну, я не буду говорить, мы все живем в другой стране, да. То есть, мы понимаем, что такое. Больше вот хочется говорить про позитив. Ну вот, я в компании Motorola Mobility не работаю, в компании Google не работаю. Вот уже два с половиной года делаю другой проект, заказ UAM, в котором тоже есть Computer Vision. Там мы уже распознаем делиться о кое-какие другие объекты. Никакой биометрики, это не человеческое тело. Авиабазы? Нет, нет, нет. В B2B это мрак, я считаю, мы по консюмеру. Колбасу? Да, именно, мы колбасу распознаем. Ну, вообще идея такая, что вот вы когда смотрите демочку Google Glass или там каких-нибудь других футуристических, визионерских вещей, там всегда они любят такое показывать. Вы там подходите к полке, опа, баночка Coca-Cola, и там такая рядом всплывает augmented reality плашка. Эта баночка стоит в Walmart всего 2.50. Ну, супер, прекрасно, только все забывают, чтобы распознать конкретную баночку Coca-Cola, нужно сначала иметь эталонное изображение этой баночки. Да, то есть... Что? Вы не можете... Егор, вот это как раз тема второго потока. Извините. Ты это развернешь, я надеюсь. Я надеюсь? Я надеюсь? Да. Ну, хорошо, спасибо. Вот. Называется Google Futurism. Google Futurism. Ты сам это слово сказал. Так что заказываю, а сейчас выглядит так, как стандартный e-commerce, но так оно сюда. Знаете, начинаешь строить, сначала занимаешься кирпичами, какими-то базовыми вещами, которых ни у кого нет. Например, автоматизировать вот это вот фотосканирование товара. Как только я это сделал, мне позвонили бывшие коллеги из класса, сказали, «Слушай, а в твою штуку можно голову человека засунуть? Нам тоже нужны эталонные изображения со всех сторон». Ну, только если перевернут. Потому что там внизу как бы основа, может только подвисеть шагазанок и так запустить вниз. Блин, нет. Это не масштабирование. Не говорю во второй поток. Все-все-в второй поток. Хорошо. Вопросы, если есть. Ну, как вы понимаете, я там на бетоне программирую, но хуже всех из вас. Поэтому… Я Се Гиршин. А? Я Гиршин. Ну, не будем соревноваться, кто хочет, да? Да. Хотел бы интересовать. Вот вы рассказываете о том, что ваш стартап закончился хорошо тем, что его продали кому-то. А какие еще есть хорошие стартапы? Хорошие стартапы или исходы? Исходы. Ну, давайте так. Ликбез по поводу исходов стартапов. Значит… Понятное дело, что есть, если так сказать, в долгосрочной перспективе есть два состояния. Нет, три. Есть состояние. Вы продались. Второе. Вы не продались. Это ваш штайл, то, что называют венчленные инвесторы, лайфстайл бизнес. Ну, то есть вы сидите, каждый день приходите на работу, у вас есть прибыль, вы никому ничего продаваете, у вас никто не хочет ничего покупать. Ну, а просто 10 копеек в месяц, и вы радуетесь. Да? Лайфстайл бизнес. И третье состояние – это вы банкрот. Очевидно, третье состояние будет вызвать нехорошим. Второе состояние – лайфстайл бизнес. Ну, можно долго спорить о том, хорошее или нехорошее, да, это просто вопрос определения. Ну, вы считаете, что оно хорошее. И первое состояние, я бы сказал, что оно тоже хорошее. Теперь расщепляем дальше этот граф внутри таких состояний. Вы продались. Вы продались, есть, как бы, три, ну, по сути, два вида продаж. Есть cash flow sale, есть asset sale и есть IPO. Cash flow sale. Вас покупают за денежный поток, за то, что у вас есть денежный поток, у вас есть прибыль, у вас есть клиенты. Да? То есть, первее всего ценится ваш денежный поток. А активы – поток. Эссет сейл. Вы убыточный, или слишком мало прибыли, или, ну, как бы, с финансами все не очень хорошо, или юзеров мало, или юзеров много, но вы убыточный, но, в общем, в вашей компании есть активы. Активы – это люди, код, патенты, стулья, сервера, ну, какие-то обычно активы дисконтируются сразу, никому не нужны ваши сервера, патчкорды и стулья, да, можно их выбросить. А ценятся какие-то 2-3 самых серверных активов. Обычно это люди и код, иногда патенты. Значит, это asset sale. При всех прочих равных, если есть две абсолютно одинаковые компании, только в одной есть прибыль, да, то есть одна продается как в cash flow sale, а в другой нет прибыли – asset sale, то cash flow sale, естественно, больше, ну, цена больше, раз в пять, например. Ну, и третье, я меньше буду говорить, IPO – это такая фантастическая, классная штука, я еще не знаю, ну, недавно… На выход на интервью? Да, на бирже. Forbes провал интервью у меня и Белоусова. Белоусова – это такой основатель продавца, известный человек в IT-индустрии в России. И Белоусова говорит, вот в России я знаю 30 компаний, которые стоят миллиард. Ну, минимум 30. А в Украине не знаю ни одного. Ну, я как-то согласился, уважаемый человек говорит, то он пришел к тому и начинаю… Тридцать компаний, начинаю считать. Ну, там есть там… Касперский. Ну, в Яндексе моего уже случилось, окей. Есть там… Абби. Вивайвай. В общем, я 30 дней на них не насчитал. Но факт в том, что… Действительно, на российском рынке эта вот красивая история с IPO, она уже случилась. Да, и там уже люди ходят по рынку и говорят, мы будем как мы, мы будем как Яндекс. Она вот компания, которая как какое-то имеет отношение к Украине, еще IPO ни одна не сделала. Так что это получается в ВАУ. ВАУ. СССР у нас был, наверное, кэш-флосейл тоже был, а вот IPO получается ВАУ. Это… Значит, я разложил, да? Продажа, лайфстайл, банкрот. Ваша задача внутри продажи сделать IPO. Еще вопросы? Я не буду затачивать вас. Можете задать. Отличные вопросы больше есть. Отличный API, и чем можно обчеркнуть к словам? Конечно же, нет. Ну, был, 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 был API. Я не знаю, в твоих функах, их расширил право видео. Да, да, был API, люди там загружали свои видео, мы их смотрели, сменялись. Нет, товарищ, который работает в хостинговой компании, они там смеются больше, потому что у них перед ним стоит проблема, они иногда должны решить их клиенты загружать видео. А там так получилось, что юридически они должны отвечать за то, там, это порнуха или нет. Они тогда собираются коллегиально, чтобы решить, это порнуха или нет. То есть эротика и порнография. И игра между ними иногда очень тонкая, ну, например, трехмерная анимация, да? Как бы, если бы это была не анимация, если бы там были люди, это было бы однозначно порнография. Ну, когда там какие-то аватары, что происходит такое чисто трехмерное, концептуальное, деталей мало, вообще непонятно. Ну, если я сейчас тут нарисую какие-то палочки, да, там, кружочки и стрелочки, ну, это же вряд ли вы назовете порнографией. Ну, в общем, у них интересная задача. У нас была такая интересная. Люди загружали видео, система их распознавала, вот, а сейчас, к сожалению, API нет, понятное дело. А может быть, как... У вас сейчас есть простой способ, чтобы попробовать, как это работает, вы можете использовать спикассо. Да, вот, мы эти эксперименты проводили постоянно и считали... Палыч? Ну, не совсем. Мы считали всякие показатели типа false accent, ну, там, есть четыре числа, которые описывают в качество вашего распознавания. И вы можете сами загружить свою фотоколлекцию, начать размечать и посмотреть насколько она хорошо работает. Обычно люди говорят... Извините, опять я не скажу похвалу сразу Google. Ну, я так скажу. В 2007 году люди говорят, да нифига, но не распознаем. То есть, честно, стало лучше, они совершенствуют его с каждым годом. Например, раньше была проблема с профильными изображениями. То есть, вы распознавали, там, десять раз вы сказали, это Вася Пулкин, Вася Пулкин, Вася Пулкин, Вася Пулкин. Потом на какой-то одиннадцатой фотографии Вася Пулкин появился в профиле. Скорее всего, он бы его не узнал. Теперь мне с этим лучше. Потом, естественно, есть, ну, огромная проблема с такими, там, коронных кейсами типа, какое-то мало света, много света, маленькое разрешение, большое разрешение. Ну, с этим праздником. Ли Пикассо ухожно навязывает, как человека, один домик, в котором два окошка и две. Да, 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 плазки, ротик. Я вам все время пить не надо. Да, а не Пикассо может лучше сделать. Я бы вы знали праздника. Хорошо, пардон, опять? Да? У вас, если вы много летали, у вас санкции СССР, а начальный капитал, как вы уже говорили? Занюхал ли? У меня не было начального капитала, у меня были... В моем случае, прорывом было то, что я смог убедить людей, которые я встретил с вами недавно, месяц до начала проекта, убедить, вложить свои собственные деньги. Ну, как бы... Невозможно сейчас за 30 секунд заедить. Что нужно сделать для этого? У меня был некоторый опыт. Как убедить кого-то, вложить свои деньги? Я думал, где про смены вколы, что-ли... Но дело, что... Наверное, не многие из вас находятся в такой ситуации, но когда у вас есть в кармане 500 тысяч долларов, например, и к вам приходит какой-то чувак, и говорит, проект классный, дай мне всего лишь 300 или 100 или 200, не важно, тысяч. То... Ну, в общем-то, два разных состояния ума, да? Не иметь денег и просить их, и иметь деньги и дать их. То есть, просто... Когда ты действительно уже имеешь эти деньги, да? И ты можешь... Это твои деньги. Ты можешь сделать все, что угодно с ними. Ты можешь пойти и купить автомобиль дорогой, жить год в Таиланде или десять лет, не важно. И вдруг какой-то чувак приходит и начинает тебя просить... То есть... Ну, к этому нельзя относиться легкомысленно. То есть, человек действительно, он действительно, действительно расстается со своими деньгами, и он никогда не знает, что для этого получится. То есть, вот этот вот акт, элементарный акт инвестиции, он заслуживает уважения. Вы... Ну, надо всегда очень бережно относиться к людям, которые решили проинвестировать в вас, в вашу команду и так далее. Потому что если... Зачем почувствуют... Ну, не знаю. Единственный способ понять это, нужно взять... Ну, сто долларов у вас есть, да? Вот возьмите сто долларов, отдайте там, к соседу слева, да? И скажите, там, «Принесешь двести?» Что чувствует это место? А ещё такой вопрос, как у вас работы с вечерными фондами? Ну, как я понял, вы работали с украинскими предпринимателями, у украинских предпринимателей на старте просили деньги, как бы, насколько они адекватно воспринимают данную ситуацию? Потому что, насколько я представляю, как бы, в Штатах, где венчурное предпринимательство существует уже очень давно, но там с этим, ну, намного, как бы, проще, и венчурные фонды хорошо относятся, ну, как бы, к людям, которые приходят к ним с идеями, ну, возможно, проще, как бы, как я это себе представляю. Ну, да, если вы... А, в смысле, что культура абсолютно разная. Во-первых, у нас в культуру, как бы, вот, не заложены понятия, там, акции, владения, совладения предприятием, и в этом смысле люди неподготовлены, да, они могут все воспринять, но они изначально неподготовлены. Яркий пример этому журналисту. Выходит раз релиз. Google, YouTube поднял раунд, там, 10 миллионов долларов. Мне заняты журналисты и начинают разговор с фразой, и гордый, вы теперь миллионер. Почему ты думаешь, что я миллионер? Это компания, в которой я акционер, подняла деньги. То есть вы разделяете разные сущности. Компания и акционеры компании. Значит, инвесторы тоже. У нас, как бы, вот этих вот людей, которые инвестируют в IT, в хай-тек, их очень-очень-очень мало. Люди, которые, ну, основная наша инвестиционная среда, она привыкла работать с чем-то материальным. Заводами, газом, углем, нефтью, подходами. Ну, то есть такими вещами. Когда вы приходите к ним с каким-то хай-тек проектом, первое, что у них, в результате была ломка, если вот есть опыт именно с реальными инвестициями и активами, то у них, прежде всего, ломка по поводу риска. Риски очень такие странные, непонятные и большие. И вот на этом этапе у них есть некоторое затруднение всех, как к этому относиться. Но ходить надо, за спрос денег не берут. Бьют только за то, если их неправильно тратят. Все, да? А если вы просите, если вы грамотно обращаетесь с деньгами, это, ну, все понимают, что есть риски. Времена, когда вас пугают ректальным термоанализом, то, чтобы наш, ну, паяльник занять. Они уже закончились, да? Никто с этой 90-е пошли? Не решают. Да, все сейчас все понимают, просто нужно уважительно относиться к риску. Например, заказ юан, я с 2010 года не заработал ни одного доллара. У меня зарплата ноль. Ну, приводилось, что другие, может быть, не могут себе позволить 3 года жить над зарплатой ноль. Ну, у меня и жена. АПЛОДИСМЕНТЫ Пять и классные. Скоро кофе-брейк, одни пойдут в блондинки, другие, наверняка, пойдут к тебе. Без бояльника. Все? Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы что-то можем сделать прямо сегодня. Во всяком случае, те, кто реально, например, пытается продать приложение под Android. И вот, и здесь, мы не совсем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ